В студии наши гости, Катерина Коваль. Она профессиональный скульптор, у неё собственная галерея, а вот недавно она обнаружила в себе новые способности. Это какие такие способности, Катерина? На самом деле, здравствуйте. Очень приятно всегда новые материалы пробовать. Я увидела в интернете потрясающую технику резьбы по яичной скорлупе. Красота необыкновенная. Мне очень захотелось попробовать, тем более, что бормашинка у меня всегда под рукой. А это бормашинкой можно, да? Это бормашинкой, да. Сначала наносится рисунок. У меня тоже есть. Вот попробуйте. Это из сырного яйца, да? Катерина, я вас на секундочку перебью. Давайте посмотрим сюжет, чтобы все видели, как это делается. Правильно. Давайте, а потом будем... Хочу рассказать о удивительной технике, которую придумали в Японии. Нашла я её в интернете. Это резьба по яичной скорлупе. Я как скульптор не смогла держаться и решила попробовать тоже эту технику. Сегодня я вам покажу, как из такого струсиного яйца сделать великолепный домашний светильник, который станет украшением вашего интерьера. Что нам понадобится? Струсиное яйцо, предварительно очищенное от внутренности. Для этого надо сделать две дырочки с обеих сторон и удалить оттуда содержимое. Понадобится подставка. Её можно сделать из обыкновенного деревянного браслета. Светодиод какого-нибудь красивого цвета. Я выбрала синего. И батарейка. Сначала наносим рисунок. Вырезаем шаблон из обыкновенной бумаги. Теперь наточим немножко карандашик. С помощью растушки или даже простого пальца мы наносим рисунок на яйцо. Выбираем место. Ну вот это. И замазываем пустые места. Ну, теперь у нас нанесён рисунок, и мы можем приступить к самой сложной задаче. Рисунок надо выпилить. По всем тёмным местам мы пройдёмся специальным свёрлышком, который сначала сделает дырочки, а потом обведёт их по краешку, так, чтобы там появилось пространство. И это станет настоящим светильником. Возьмём цветной светодиод. И получаем красивый голубой изящный цвет. Теперь в специальное отверстие внизу светильника мы вставляем батарейку таким образом, чтобы она зафиксировалась. И устанавливаем на подставку. И вот светильник готов. И можно украсить любой дом. Катерина, скажите, пожалуйста, понятно, где взять яичную скорлупу, а страусиную-то где? Оказывается, что в России есть страусинные фирмы, и в Подмосковье есть. А, то есть вот прям ехать туда конкретно... Можно заказать прямо в Москве, доставят. Много перебили яиц перед тем, как первое вышло? Очень много. Неделю моя семья питалась одними яйцами. Скажите, Катерина, всё-таки о скульптуре, которой вы занимаетесь. Это не основное? Нет, это совсем другая тема от скульптуры. Мне хотелось попробовать именно материал. В основном я работаю с бронзой, и все мои скульптуры, они по большей части с бронзой. Малые формы или крупные? У меня есть два памятника в Москве. А вообще... А какие? Один стоит из камня, кстати. Это не бронза, а камень стоит в Останкинском парке. А второй стоит в родильном доме в Новогиреево. Это Благовещение. Каждый день на его фоне фотографируются мамы с младенцами. А вы там рожали? И я там сама рожала. Из камня. Это такое вроде... Не знаю, что я делал. Сами вырубывали... Да. Мрамор? Нет, извесняк. Извесняк. Мне очень хотелось попробовать. Я взяла болгарку, взяла киянку и с удовольствием два метра там огромное вырубила. Это, наверное, закаляет. Да, определенно. Но я поняла, что камень не мой материал. То есть я его попробовала, все-таки перешла к войне. Правда ли, что одна из ваших работ стоит в кабинете у президента Медведева? Действительно, я делала его парадный портрет из скульптуры. Где-то сантиметров сорок. Я делала совместно с ювелирной мастерской и Екатеринбургские камнерезы. То есть по моей модели составляли эту скульптуру. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, Екатерина. Спасибо. Пошел в сюрприз. Мы очень рады знакомству с вами. Надеемся, что вы будете к нам приходить. Потому что все, кто к нам приходит, обещают еще и еще с новыми работами. Спасибо большое. Спасибо. В следующей программе.